И доброго времени суток, дорогие друзья! Мы находимся на мейн-версии, как обычно, на сервер Хаттас. И сегодня в этом ролике мы с вами откроем лимитированные наборы, которые нам завезли. Также мы с вами обязательно покрутим реликвии и пооткрываем сундуки, которые я наформил в инстах. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Помнишь первого побежденного гремлина, герой? Первые шаги, первые уровни, первые бои. Время идет, мы стали взрослее, но трава в Линейдж 2 еще зеленее. Попробуй новые классы, меня их в удобный момент. Играй в одиночку или с группой верных друзей. Окунись в былые приключения в Линейдж 2 на Фогейме. Ну и давайте начнем с того, что откроем наборы. У нас здесь появились сундуки Дракона Огня, обзорчик я какой-то не делал. И также набор Сокровищ Дракона Огня, лимит. Именно здесь в набор у нас входят помимо 100 боксиков. Сверкающие золотые песочные часы Невит и коллекционная монета Драконов. Давайте заберем, один на аккаунт его можно забрать. Сразу же откроем, посмотрим, что тут у нас есть интересного. Так, теперь осталось найти, нашел. Открываем монетку, можем сразу добавить в коллекцию, она как раз замигала. Здесь атака стихии, защита стихии, сила всех крит, так, получаем крит урон. 4%. Ну, конечно, маловато, но и набор всего лишь за 10 тысяч монет. Это, я думаю, не так прям дорого. Ну и непосредственно часы мы тоже получили. Давайте попробуем пооткрывать. Посмотрим, что здесь вообще падает. Ну, я думаю, дроп стандартно. Вот даже, смотрите, с первых 10 священная книга развития упала. Даже вот так вот, ух, заживем. Ну и самое главное, что здесь свитки благословения фреи падают, ведь с ними можно стоять, экономить виталку целых 30 минут и также лутать бонус как от шторма. Да, по-моему, так же. Даже больше получается, потому что здесь 150 бонус опыта дополнительный, еще бонус энергии 50. Так что довольно-таки здорово. Но только, конечно, я думаю, возникает один такой маленький логичный вопрос, почему надо было ввести эти сундуки именно тогда, когда у нас есть руны на виталку, которую нам выдали, да, на целую неделю. И плюс у нас еще и в календаре будут эти самые руны за 14 и 21 день. В общем, непонятно. Но по дропу здесь как бы ничего сверхъестественного. Книжку лутанули, осколки, кристаллы и так далее, так далее, так далее. В общем, чего-то прям интересного и сверхъестественного здесь я не вижу. Поэтому наборчик лутанули за 10 тысяч монет, я думаю, неплохо. Сколько стоит священная книга, не знаю. Надо будет потом уже чуть позже посмотреть. Ну и давайте теперь, наверное, начнем с реликвий. 94 штуки я насобирал. Кстати, может быть, даже 99. Да, 99 штуки я насобирал. Все верно. И давайте теперь их откроем и встретимся тогда, когда они все у нас прокрутятся. Ведь можно их открыть автоматом, чтобы не тратить время. Ну и все, 99 реликвий открылись. Давайте посмотрим историю. Цешных здесь нет, поэтому ничего здесь интересного не произошло. Давайте откроем по 11 штук. Сейчас я посмотрю, нет ли у меня здесь больше ничего. Нет, все забрал в магазине, все, что только возможно. Поэтому давайте откроем эти. Можно тоже автопризывом. Здесь, по-моему, тоже ничего прям не должно сверхъестественного быть. Потому что это обычные наборчики, с которых, ну, максимум, по-моему, можно достать цешную реликвию с каким-то крайне минимальным шансом. Итак, две штучки у нас докручиваются. Ну, все прям, я смотрю, серое-серое, да. По классике, даже зеленого мало. Ну и давайте пробовать теперь все это дело синтезировать. Посмотрим, что у нас здесь получится. Конечно, зелени хотелось бы побольше, но тут уже как пойдет. Вот, вот такое вот мне уже нравится. Это прям здорово. Итак, заканчиваем синтез серых. Осталось всем немножко. И буквально последний трай, да. Зелень получаем. Ну и теперь будем уже смотреть, попадет ли нам что-нибудь цешное. Ой, хорошо, целая одна. Замечательно. Это у нас бердыш, или бердыш, правильно. И последние четыре штуки. О, ну тут прям совсем, это прям максимальный скам какой-то. Может быть, шанс подкрутили как-то в обновлении, не знаю. В последнем, но прям что-то очень плохо. И того, с такого количества реликвий я получил всего лишь одну цешную. Она хоть и не дублируется, но все равно толку от нее как-то маловато. Ну и теперь давайте откроем сундуки, которые у нас с инстов падают. Их тоже надо открывать. Потому что с них все-таки падает иногда хороший дроп. Если здесь есть еще даже какой-то, ну так скажем, да, даже не могу посмотреть, да, что отсюда теперь падает. Понятно. Я думал, что это можно было посмотреть раньше, но теперь, видимо, нет. Просто написано, что большой драгоценный камень или разнообразные предметы и адены. Хотел показать, что здесь есть драгоценные камни пятого уровня. Большие именно. Но, видимо, не покажу. И, к сожалению, каким-то другим образом мы их вряд ли увидим. Конкретно мне, сколько я их не открывал, ну, к сожалению, не везло. Итого, адена, точки, манускрипты и одна энергия самоцвета. Ну, такое себе. И давайте теперь открывать сверкающие сундуки. Здесь у нас уже интересуют пушки. И здесь интриги какой-то нет. Также нельзя больше контролом посмотреть, что здесь может упасть. К сожалению, воитель безместежного, заклинатель, сапоги, даже два воителя. Вот это прям повезло от Денка. Два воителя, два заклинателя. Ты посмотри, а. Книжка, ну, перчатки и терраса. Тоже не особо прям, наверное, радует. И давайте откроем еще 304 сундука сверкающих. Мне удалось посмотреть. Также контрол здесь не работает. Не знаю, почему. Забрали у нас ту возможность. Ну, и давайте сейчас я быстренько все прокручу. И мы с вами подведем результат. Ну, и здесь у нас тоже ничего прям сверхъестественного не получилось. 47 фрагментов, 50 миллионов АДН, туника, диадема и сапоги. Но, в свою очередь, хочется сказать, что все равно с этих сундуков такое ощущение, что поинтереснее дроп валит. Если же сравнивать, например, с пати-локациями. В пати-локациях, когда стоишь, там есть вероятность того, что что-то выпадет. Но все равно дропа подобного я там не видел. Редко-редко падали какие-то сапоги, перчатки. Но вот ни тушек, ни диадем я толком не видел. Ну, и в инсте я ходил, конечно же, не один. Поэтому давайте откроем еще и на твинках. Все сундуки, которые я нафармил, 95 штук здесь есть. Ну, контрол я здесь опять нажать не могу. Поэтому будем открывать как-то без него. Ну, может быть, когда-нибудь увидим большой драгоценный камень какой-нибудь пятого левла. Желательно, чтобы это был не какой-нибудь ненужный камень, а что-то более-менее приемлемое. Но хотя, наверное, я уже слишком раскатал губу. Поэтому просто открываем и надеемся вот на большее количество хотя бы кодексов. Потому что кодексы именно глава 1 мастерства продаются довольно-таки хорошо. И ценник на них намного выше, чем любой из вот этих вот предметов, которые вы сейчас видите в дропе. Аденка падает тоже неплохо. Ну и остается 15 сундуков. Короче, в инсте, я думаю, вы понимаете, что ходить однозначно стоит. Потому что это дополнительный заработок. Не считая того, что там большое количество икспы падает. Также открываем обычные сундуки. Точнее, не обычные, а сверкающие. Наоборот, не обычные. Здесь бы пушечек побольше, я бы был бы прям доволен. А не просто адены. Так, ну я смотрю, ползунок там растет. И так у нас здесь, ну, одна всего лишь пушка, парные кинжалы. Все остальное шмотки. Ну, ничего, тоже пойдет в нужное место. Ну и последний твеночек у нас остался. Давайте попробуем здесь открыть. Также у нас 95 боксиков, потому что все они ходили вместе. И посмотрим, что упадет у нас здесь. Точечки, как обычно, сразу 4. А, ну да, здесь по 4 штуки должно падать. Манускрипты, даже глава 1. И обычно это здорово. Ну и посмотрим, чем же у нас все это сейчас закончится. 92 миллиона адена уже упало. Так что чисто адена тоже всегда хорошо. Ведь не надо ничего продавать для того, чтобы ее получить. Точки на доспе, кстати, упали вообще в последнюю очередь. Очень странно, хотя шанс на них должен быть выше, чем на кодексе уж точно. И еще здесь даже целый силенит один упал. Вот это чудо, я понимаю. Итак, закончился у нас прокрут. Получили мы то, что вы видите на экране. Ничего прям такого интересного нет. Поэтому 34 сундука теперь закидываем. Давайте смотреть, что выпадет с них. Резак безмятежного, это уже хорошо. Ну и видимо на хорошего сегодня все. Хотя нет, смотри, как посыпало. И острие, и мститель. Вот это прям красота. Еще и страж выпал. Ну а один силенит и книжка. Ну в принципе неплохо. Я думаю, что инсты приносят всегда здоровское количество опыта и адены. Ну и на этом все. Вот такой вот получился у нас рандом. Что с инстами, что со всем остальным. Да, с акцией и реликвиями, которые, по моему мнению, сильно подкачали. Надеюсь, не забудете поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. В описании есть ссылка на телеграм-канал, где дополнительно проходят розыгрыши и выходят все анонсы. И также в описании есть ссылочка с бонусами. Если захотели пройти мейн-версию или вам по душе любая другая версия, которая есть на офе, то переходите по ссылке, регистрируйте новый аккаунт и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А теперь давайте разыграем 5 промо-кодов на 7 дней по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали, смотри, кто победил. И шпингер, еще вам ссылку на предыдущий ролик. Загружаем всех, кто у нас там что-либо написал. 47 комментариев. Первый победитель у нас Андрей Гитманенко. Нужно найти любимое место только для мейн-версии. Предлагаю Оден-Замок. Ну, кстати, я, наверное, в будущем что-нибудь с этим сделаю, но мне кажется, Оден-Замок слишком банально. В общем, что-нибудь придумаю. Первый код твой, поздравляю. Второй победитель у нас Релэйнис. Поймать 100% силы крита, миссия невыполнима. Ну, естественно, 100% силы крита в плащ, это невозможно поймать. Второй код твой, поздравляю. Третий победитель Зе Ока. Готовы всякой дешевле, плюс нервы в сохранности. Полностью с тобой согласен. Третий код твой, поздравляю. Четвертый победитель Юзер. Привет, слушай, дай ссылку, где лучше скачать ОБС для стримов. Ну, тут я тебе уже, по-моему, отвечал, что, в принципе, Google в помощь и все, потому что я не помню уже, когда я последний раз вообще качал. Четвертый код твой, поздравляю. И пятый победитель у нас Брэсгар. А есть ролик под количество нужного буста для захода в музей. 105, 110, 115 с разными классами, мышкой макросом и автоохотой на один спот. Много всего, ну, у меня такой ролик планируется, но со своими некоторыми нюансами. Об этом я чуть-чуть позже, может быть, в этом месяце, а может быть, уже в следующем обязательно поведаю. Пяток, вот твой, поздравляю. Господа победители, не забываем отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм. Все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарий от четырех слов. И, возможно, в следующий раз уже вам повезет и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и самое главное, не болейте.